об уходящем 2018 годе так получилось что годы на восьмерку у меня получались счастливые ну это вот девяносто восемьдесят восьмой год был довольно счастливый восемьдесят восьмой год тоже девяносто восьмой год был у меня счастливый на я нашел работу программистом я был просто счастье во всех отношениях 2008 год тоже все все было у меня хорошо и вот теперь 2018 год трудно сказать что этот год был бы счастливый для показался бы счастливым со стороны потому что но это конечно страшный год в этом году надо мной издевались во франции меня мучили я не выдержал ушел был 40 дней один в лесу не покупал продукты две недели не он ничего две недели только траву потом согласился все-таки вернуться встречал людей в лесу русскоязычных но они меня предали они выполняли инструкции тех садистов которые надо мной издевались в итоге меня сдали в психушку таким образом что еще в психушке надо мной издевались и сейчас психиатрша малярд меня шантажирует чтобы я должен согласиться с фальшивым диагнозом то есть они просто им было удобно взяли они в австрийский фальшивый диагноз паранойя и его просто они как бы подтвердили то что у меня паранойя якобы плюс отказ овпры в убежище тоже морально тяжело я столько раз хотел просто все это бросить закончить потому что но это очень тяжело это и физически тяжело это же ведь каждый почти день себя заставлять собираться вот эту больше года живу в том числе и зимой каждый день идти в библиотеку и сидеть там без перерыва много-много часов и пытаться доказать что ты не верблюд и в то время когда ты тратишь с десятки сотни и может быть скоро будет тысячи часов они просто не отвечают на твои письма и все который ты шлем с уведомлением о вручении под подпись они просто не отвечают что само по себе незаконно и конечно это не помогает учить французский язык правильным с правильным так сказать правильным образом а получается что я много много слов запоминаю потом они не закрепляются у меня в памяти и в общем ну конечно когда то это будет может быть я вдруг резко возьму и начну его понимать французский язык но пока просто даже нету времени писать французские письма есть время переводить с французского на русский с русского на французский но это не метод изучение языка ну так почему же этот год для меня такой счастлив да и какие кстати у меня перспективы но перспективы такие что год заканчивается этот последний день восемнадцатого года в котором я пойду в библиотеку завтра выходной послезавтра уже 2019 год драчка не закончилась драчка только начинается махалова так сказать такое но против беззакония против лома нет приема если нет другого лома так вот против беззакония тоже нету никакого противоядия никакого никакого приема кроме того что ты рассчитываешь на закон божий а закон божий это ничего такого мистического нет не религию даже не религиозного ничего не да просто примитивно не кстати испугались этого я отказался от адвоката я отказался от судана мне все равно восстановили пособие я я сказал что вы должны быть уничтожены ваши коллеги как вы уничтожаете беженцев не физически это слово не привязано никак к убийствам и если даже вы при жизни не получите возмездие то должны ваши дети понести наказание поскольку они наследство приняли от убийц ну и они после этого моего письма коротенького такое эмоционального решили мне пособие вернуть а до этого все мои вопли письменные все мои обращения во все инстанции никто просто даже не отвечал ну а как работают психиатры вот я попал психиатром до после 40 дней в лесу вот и они избегли вызвать переводчика то есть как они его вызвали но они эту беседу просто вычеркнули они ее не использовали они без переводчик со мной беседовали они избегали выяснить обстоятельства у меня ну не нужна им правда им нужна своя ложь вот и они такое мнение составили то есть они избегли меня исследовать человека независимыми методами опросниками всякими тестами а вот у них личное такое свое мнение что у меня паранойя и у меня алкогольные делили якобы хотя я вот в то в прошлом году в новый год я не пил новый год не пил и перед новым годом не пил я в крыму не пил ни капли вообще в крыму находясь в крыму я не выпил ни капли ничего с 2012 по 2015 год это потом только я сломался вот в украине сначала когда этом замерзать начал это не не тогда чуть попозже ну ладно так вот да это было но это было как слом но сам по сути своей глубинная отрезвенник потому что я и не курящий потому что мне не нужны не нужен алкоголь в нормальном состоянии я работаю радуюсь жизни вот да кстати сейчас я приду к тому почему этот год для меня все-таки счастливы несмотря на то что я потерял очень сильно здоровье несмотря на то что я столько сильно мучился и много раз хотел уйти из жизни но в этом году я приобрел себе близких близких людей все мы знаем что иногда и котенок и собачка щенок могут стать ближе чем кто-либо а тут это целые люди и тут это не просто один-два человека это целая большая семья 8 человек и это теперь мои близкие люди ну конечно я для них не такой близкий как они для меня я-то для них вообще не нужно они и без меня обойдутся друг с другом им хватает друг друга 8 человек но тем не менее я бы сказал что это пятый элемент это то чего многие не понимают что человек человеку как витамины как все необходимое ему требуется взрослому человеку требуется дети чтобы был смысл жизни и чтобы они его активизировали вот этот пятый элемент это дети воздух там вода там да и вот вот этот это не камень никакой это не камень это дети вот и будучи безупречным будучи поистину любящим мы накапливаем настоящее богатство на свое будущее даже если посмертно даже если я умру то именно эти дети когда-либо поинтересуется кто такой был я сохранят мои фотографии расскажут своим детям вот и их дети они ну понимаете история еще не закончена поэтому никто не знает что будет конечно не будем об этом говорить но эти дети удержали меня от таких шагов уйти из жизни и этим учители мои местные они просто голову ломают а почему я не ломаюсь я ведь живу на улице я один вроде бы по их мнению да я вроде бы как они хотят из меня сделать адвокатша меня предала и под они подделали договор с другой адвокатши как будто бы я подписывал я никогда даже то адвокатши новую не видел в шибальда и вот она шибаль подала в суд ну якобы как бы на возврат непособие но на самом деле она использовала этот случай для того чтобы меня представить таким и таким люмпином и таким а социальным элементом ну которых я вот вчера видел в страсбурге целая стайка под супермаркетом а боссы на лежат на матрасах и там им кидает какие-то там что-то там еду евро и они нам еще кидают в прохожих бутылки вот у меня тут вот абсолютная чистота экология вот я тут совершенно один никакой не музыки не алкоголя ничего а только бог дети и и так сказать и мудрость я пытаюсь поближе быть ко всему этому вот но но меня очень легко представить странным дурак ну не дураком не знаю параноиком кем угодно да потому что я не обычный конечно же человек и это не в этом ничего хорошего нету я не горжусь этим просто когда люди одинаковые они друг друга лучше понимает они друг друга считают как бы заодно и поэтому им легче друг с другом жить в своей в такой среде чем белый вороник как говорят ну и вот я не ломаюсь и в критических ситуациях я уже сколько раз я руки опускал и у меня не было сил жить и и только эти дети только ради этих детей могу жить ради самого себя человек не может столько выдержать не может то что я говорю как бы да то что я такой живой и улыбающийся так это на зло это не потому что вот они мало тебе мучили нет как мои бывшие друзья да кстати сейчас это моей группе инвалидности я получил эту группу инвалидности когда мне врач психиатр местная она сказала что ты не получишь группу инвалидности тебе формально полагается ты три раза попал психушку за три месяца я первый раз попал за того что я обморозил ноги я снял летний домик на зиму меня обманули у меня депрессия началась два других раза я попал из-за месофонии у меня мой друг затащил к себе домой у него проходные комнаты без дверей то есть мои вещи он перевез просто к себе хозяйка узнала когда я был в больнице и все я перед фактом под новый год не я просто же не мог никуда от него уйти а у него папа алкоголик круглосуточный телевизор он без него спать не может я не спал несколько недель и два раза угодил в психушку вот по-быстрому раз потом еще раз и вот формально это мне никакую инвалидность и не дали бы если бы я не работал в край суде если бы у меня не было благодарности в трудовой книжке от край суда если бы я им еще не пригрозил бы этим край судом потому что они с меня взятку вымогали ну в итоге я получил эту инвалидность как суррогат такой ну как по-черномырдинский в россии через жопу да вот вот социальная помощь через жопу а социальная помощь она нужна потому что человек он не может жить в пустоте это социальное животное сколько я получаю я может быть больше отдаю чем я получаю и люди вот так вот они только могут совместно жить к сожалению люди сейчас редко живут в природе одинокими стайками так уже нету давно уже нет такого много тысяч лет нет нету уже и в австрии психиатры схватились за эту вот инвалидность что месяца справка и они просто накрутили паранойю ну как это они накрутили это все мне описано хорошенечко не накрутили даже не придумали просто на пустом месте а во франции я честно говоря я не ожидал от французов я думал что может быть французы они тут такие высокодуховные да но нет просто с беженцами тоже работают к сожалению люмпин это низкооплачиваемая работа опасная иногда работа поэтому ну люмпины с люмпинами вот и ты попадаешь в среду люмпинов как сказал этот довлатов да кто нас охраняет вот вы с нами же и сидите это те же но только по другую сторону так вот среди беженцев быдло и люмпин так и и работают с ними такие же типа соцработники и типа врачи тоже какие-то люмпин эти все врачи которых я повидал вот здесь во франции вы почитайте наши беседы это феерично просто все слава богу я их записал и оцифровал часть бесед они это не ожидали они думали как ешь бояться это титанический труд чтобы оцифровать одну беседу которая полчаса требуется пять часов то есть день в австрии я помню блин оцифровать эту мою беседу 10-15 минут но с этой психиатриши плюс ответы на тесты там минут 30-40 до это ушло на меня несколько ушло несколько дней неделя на ушла 3-4 дня точно ушло на эту фигню плюс потом туда-сюда ее перевести тут проверить перевод на все это уходит титаническая работа они просто не ожидая не ожидает что человек будет этим заниматься они ждать человек опустит руки он же о себе также декларирует что я вот не выдерживаю я не выдерживаю все ничего не могу делать они этого ждут ждут когда же ты уйдешь и сдохнешь но пятый элемент секрет жизни секрет ды лави вот ну и да и мне ни с кем конечно не получается общаться поскольку только близкие люди кто лично тебя знает много лет 10 15 20 лет ты они еще более-менее могут тебе уделить какое-то внимание чтобы правильно тебя воспринимать чтобы все твои обстоятельства укладывать и делать если чтобы ты частично как воспринимаешь что-то выпадает тут и можешь переворачиваться и не понимать просто все неправильно так вот близкие люди более-менее они меня конечно же в курсе всего но их мало их там два-три человека вот а все это белый шум в интернете которую вот евро турист . клуб но ну когда-то был такой форум до для меня как дом родной да но сейчас там просто не ни одного человека этом не помню с кем бы с кем бы я у меня был бы диалог хоть какой-то контакт близки нет ни с кем контакта не возникает просто просто я для них как ходячая хохма все мои страдать до страдания для них повод повеселиться ну так как друг никого больше не было то это на что-то публиковал понятно сейчас мне кажется не не нужно вообще с ними общаться просто как вот я сейчас привык формы bbs sk.ru да что мне там сначала сделали персоны нонграда то есть только появится упоминание что я это я сразу аккаунт удаляют а сейчас мне в это говно не ходу неохота просто даже вообще с ними контактировать не хотят просто прикоснуться к ним не охота никак это же сейчас не уже месяц или два не заходил смотреть а что о чем они там это самое верещат там друг с другом это даже не интересно потому что они я помню я их предупреждал что что будет в россии они усмехались и потом они завопили а потом они к этому привыкли их их приучили что это нормально блин они сейчас и им вкладывают в голову о чем надо верещать там о ракетах там на чем-то то есть но то есть нету нету людей потому что люди они первую заповедь ну я бы ее поставил на первое место эту заповедь что один день в неделю удели душе богу вот ничего не делай ничего не делай никакой суеты думать только о высоком о глубоком о широком никакой суеты и тогда ты придешь в сознание тогда ты будешь индивидуум а не какой-то там не знаю даже как не планктон а как бактерии микробы ну в общем нечто что похоже на человека но не является человеком да ладно я вернусь к себе о 2018 годе это я с ним еще не прощаюсь это как бы итоги такие но к сожалению сейчас очень активно начали в россии говорить про войну и приучать людей к тому что она наступит то есть людей готовят к тому что она неожиданно наступит чтобы люди не сопротивлялись войне чтобы они покорились и шли на убой чтобы они это воспринимали правильно патриотично и были согласны умирать за что-то я сожалею потому что люди они не понимают что вот эти все ракеты ведь автоматика она к сожалению может сработать как от проблемой 2000 нового года да никто не знаю не знал когда где выстрелит чтобы что получится также и это все системы они автоматические и вот чернобыльская до станции она ведь не должна была взорваться там стечение обстоятельств и тут тоже стечение обстоятельств люди не понимают с чем они играются и если вдруг что-то начнется может пойти просто цепная реакция и просто большинство населения 90 99 процентов просто вымерет но это конечно мечта билла гейтс и там и многих других которых может быть у них есть деньги для того чтобы построить себе не домик и такой здоровый дворец как шутят на эхо москвы у них нет денег на дворец а у них на бомбе убежище есть я думаю деньги они его и думаю уже построили все умные люди вот потому что это лучшая страховка для их жизни и жизни их потомков бомбе убежище просто со всеми запасами так что ну лично я лично про себя что я буду сопротивляться я конечно вот сейчас пишу письмо в ес печи я очень сильно болею потому что очень много труда противоречивающего всем санитарным нормам подряд работать на компьютере больше получаса с моим здоровьем нельзя потом надо активно двигаться час теннис играть гулять полчаса полчаса работы полчаса отдыха у меня такого нет то есть я себя загоняю я себя но я думаю что когда будет последний отказ я тут конечно же я все-таки я сломаюсь я думаю человек он не может выдерживать бесконечно несмотря на пятый элемент несмотря на секрет для ви и тогда конечно я буду благодарен французам если они позволят мне умереть так как я хочу просто уйти в лес и остаться там одному и наедине с мудростью и да кстати вот насчет детей я их люблю этих детей и я и люблю их как сказать официально открыто публично а вот я люблю я стараюсь их любить правильно я и я я не могу их любить поодиночке вот в этом тоже секрет ребенок у это и он и как вы нельзя любить помимо семьи только всю семью можно любить и вот я испытываю такие чувства что у меня есть то что что я люблю это не какие-то конкретные люди это это вообще нечто внутри нас честно говоря мы всегда носим это с собой если кто вдруг нас придадут тех которых мы любим мы конечно будем долго страдать но свято мусто место пусто не бывает и мы неизбежно полюбим кого-то другого понятно вот ну так вот просто это еще и обезболивающее и ведь я понял такую вещь что умирая это такое сильное обезболивающее что можно умирать весьма себе даже в в любви очень даже легко вот я чем говорю то есть и ради кого умирать можно легко кстати этим они же монополируют манипулируют в россии патриотизм этот патриотизм вот потому что люди соглашаются умирать за патриотизм так вот я готов к смерти давно уже меня уже один раз убивали в 2015 году машины избивали я знаю что это такое терял сознание и я знаю представляю что это такое раз и выключился мир вот и потом бац включился и прошло пошла пленка продолжение пошло так же это будет что раз все просто выключится мир и все никаких дальше ощущений тебя нет все ладно в общем вот этот был для меня очень тяжелый но но я страдал и любил я страдал и любил и она это меня спасало и это на удивление это те которые меня мучили они сильно удивятся и вознегодуют и вообще честно говоря оскорбятся тем что я скажу что этот год был для меня счастливым несмотря на то что меня пытались 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 и извините пока жив пока жив и